Здравствуйте! Меня зовут Светлана Быкова. Помните историю про маленькую серенькую птичку? Большие белые птицы собираются лететь на юг. Тут к ним подходит маленькая серенькая птичка и говорит. Интересно, что все понимают, что птичка отказывается от лучшего и всегда находят причины, чтобы не лететь в теплые края. Все смеются над маленькой серой птичкой. Но никто почему-то не соотносит эту историю со своими решениями и действиями. А давайте применим эту историю к нашей жизни, в частности, к получению онлайн-дохода. Что тогда получится? Я приведу несколько отговорок людей, которым вроде бы и нужен дополнительный или основной доход, но которые постоянно находят отмазки, чтобы не разбираться, не действовать и не жить лучше. Вот моя версия. Большие белые птицы знали, что маленькая серая птичка мечтает улучшить свое финансовое положение, поэтому решили ей помочь и пригласили ее в международный клуб для создания дополнительного или основного значительного онлайн-дохода. «Представь себе, маленькая серая птичка, что ты можешь сделать свою жизнь такой, какой ты всегда мечтала, много путешествовать, получить больше свободы, помочь своей семье и своим друзьям стать благополучными», – сказали они. Маленькая серая птичка сначала загорелась, но потом блеск в ее глазах потух, и она сказала, «Да, большие белые птицы, вот вы умеете вести онлайн-бизнес, а у меня ничего не получится». Большие белые птицы ответили, «Ничего, маленькая серенькая птичка, мы будем тебе помогать и вести до нужного тебе результата». Но маленькая серенькая птичка заразила, «Да, большие белые птицы, у вас есть свободное время, а у меня его нет. Мне надо разгрести свои дела, да и наемная работа совершенно не оставляет свободного времени». «Послушай, маленькая серенькая птичка, мы тебе поможем, главное, выделяй каждый день хоть полчаса бизнесу, и дела пойдут. Ведь если ты не найдешь времени, твоя жизнь не изменится, и не будет тебя, как и раньше, устраивать». «Да, большие белые птицы, вы умеете приглашать людей и давать им информацию, а вот я такая маленькая и серенькая, мне некого приглашать». И большие белые птицы отвечали, «Ничего, маленькая серенькая птичка, мы тебе расскажем, как действовать и дадим необходимые бизнес-инструменты». «Да, большие белые птицы, у меня уже не тот возраст, чтобы вести онлайн-бизнес». «Ничего, маленькая серая птичка, у нас в команде есть партнера гораздо старше тебя, которые успешно увеличивают свой доход, потому что имеют свои цели и действуют». «Да, большие белые птицы, наверное, надо продавать продукцию, а я это не умею и не люблю». «Дорогая маленькая серая птичка, в нашем клубе есть продукты премиум-класса по минимальным ценам на рынке, но нет обязательных продаж и создания какого-то товара оборота. Каждый участник клуба сам по необходимости заказывает себе нужные ему продукты». «Да, большие белые птицы, наверное, надо вложить немалую сумму, а у меня сейчас затруднительная финансовая ситуация». «Маленькая серая птичка, стартовая сумма всего 50 долларов, ее могут позволить ей буквально все, но зато какие возможности открываются, это как старт собственного бизнеса, который уже подготовлен для вас с маленькой суммой». «Ну, маленькая серенькая птичка опять нашла очередную отговорку. «Да, большие белые птицы, а вдруг у меня ничего не получится, я потеряю свои 50 долларов». «Послушай, маленькая серенькая птичка, риска нет, ты вернешь свои деньги, как только зарегистрироваться два твоих новых партнера, мы тебе поможем». «Да, большие белые птицы». «Знаешь что, маленькая серая птичка, да пошла ты». «Жизнь не резиновая, и нет никого, кто живет вечно. Почему же тогда люди находят разные причины и отказывают себе воплощение жизни своей мечты?» «Они считают, что их хотят обмануть и использовать. Они предпочитают ждать увеличения пенсии, получения дотации от государства и продолжают тянуть безденежное существование. Они живут в долгах, но все еще надеются, что все само собой станет лучше. Они жалуются на увеличение цен на продукты и квартплату, хотя от их жалоб ничего не изменится. Они ищут еще одну наемную работу, обменивая время своей жизни на небольшие зарплаты. Они смотрят сериалы и переживают за жизнь чужих людей, вместо того, чтобы беспокоиться о своей жизни». Можно еще много перечислять, но вы, впрочем, ведь и сами все знаете. А какие вы еще знаете отмазки и возражения, когда вам рассказывают о новой возможности или вы рассказываете о ней? Напишите в комментариях. Хотите сами создать свое благополучие? Я расскажу вам о новой концепции онлайн-дохода, где каждый, не имея специальных знаний и навыков, может создать тот доход, который ему нужен. Чтобы узнать подробности, обращайтесь ко мне в Telegram. Если еще пользуетесь Skype, то в Skype. С вами была Светлана Быкова. Делайте, а не просто желайте. Продолжение следует... Продолжение следует...